Итак, в этом разделе вы научились основам рисования. Одни занятия были простыми, мы говорили о карандашах, эластиках. Но сегодня мы поговорим о том, чему вы научились. Настал исторический момент, вам предстоит показать свои навыки в данный момент. Итак, что нам нужно? Нам нужен чистый, аккуратный линейный рисунок. Вам нужно описать объект перед собой, используя только линии. Хорошо, если конечный результат, то как его достичь? Я показал вам несколько основных техник, каждая из которых так или иначе поможет вам достичь нужного результата. Но я не говорил о том, как эти техники взаимодействуют друг с другом. А это как раз самое интересное. Вам нужно будет проявить оригинальность и смешать различные техники друг с другом. Принимая во внимание то, что вы уже пробовали все техники работы с формой и с измерением углов, вы можете начать работу с прорисовки углов. Сосредоточьтесь на том, как высота одного объекта связана с высотой другого, на том, как они выстраиваются в пространстве. Может быть, вам захочется отобразить объекты при помощи техники негативного пространства или же отобразить фон рисунка как единое положительное пространство. В этом случае вы можете начать проработать с прорисовки контуров и с того, что на вашем рисунке будет только два пространства положительное и отрицательное. Или же вы можете выбрать овальную технику, во время которой вы размашистыми и свободными движениями наносите на бумагу эллипсы краем карандаша. Можете начать и с этой техники, а можете начать и с схематического отображения вертикальных линий, углов и пропорций, а затем использовать овальную технику. Или же вы можете выбрать технику линейной прорисовки контуров. Может быть, именно она подходит вам больше всего. Вам нужно создать базовый многоугольник и затем постепенно делить его на все более и более оформленные формы, постепенно сглаживая прямые линии фигур. Суть в том, что ни одна из этих техник не обособлена от других. Это всего лишь различные способы анализа трехмерной фигуры и визуализации на бумаге. То есть нет какой-то одной правильной техники. Может быть такое, что вам подходит сочетание трех различных техник. Во время работы вы поймете, что рисование трех или четырех объектов на одном листе куда сложнее, чем рисование одного отдельного объекта. Вам придется не только позаботиться о том, чтобы положительное пространство, то есть контур объектов были верно переданы, но и о том, чтобы негативное пространство между объектами было передано правильно. Довольно непросто выстроить на одном листе несколько объектов. Домашнее задание на эту неделю только одно, но его нельзя назвать простым. Это настоящее испытание. Рисование этого простого натюрморта что-то вроде контрольной работы. Она покажет, как хорошо вы усвоили техники, о которых я вам рассказывал. Вам нужно получить чистый и четкий натюрморт. Независимо от того, пользуетесь ли вы цветным карандашом для эскизов или же обычным карандашом ТМ. Результат должен быть четким и оформленным. Я уже говорил это ранее, но ваш результат не должен выглядеть как шедевр живописи. Вы наверняка не станете включать его в свое портфолио. Но тем не менее, не поленитесь поработать с этим натюрмортом, чтобы получить достойный результат. Навыки, которые вы приобретете, очень важны, пусть даже сама работа не очень. Удачи и спасибо за внимание!